Самое такое популярное, что покупают в Египте, это таблетки. Я думаю, вы неоднократно слышали от своих друзей, что существует список вот именно тех, которые пользуются популярностью. И честно вам скажу, это оправданно, это не просто реклама, вы можете зайти абсолютно в любую аптеку. И это действительно качественные таблетки, к сожалению, у нас в стране проверить качество и насколько это эффективно, возможности нет. В Египте с этим намного строже. Итак, что нужно купить, зачитаю вам список. Пантагар, это витамины для волос и ногтей. Действительно, многие подружки просят, сейчас вот уже мои коллеги скупают все, что нужно им. И я следующая, дальше, 1, 2, 3, так и называется. Это жаропонижающий и обезболивающий для взрослых. Оккумтыль, капли для глаз, но это я не знаю. Коломель, знаю, лосьон с белой глиной и ментолом для тех, кто сгорел. Очень помогает, это вот как раз самое такое must-have, что вы должны купить, если вы таки сгорели. Как мы знаем, солнце в Египте беспощадное. Есть такое, Актиол, аналог нашей мази Вишницкого. Лари Про, леденцы от боли в горле. Эксодрин, таблетки от головной боли. В2+, витамины, джинсана, капсулы с коржением джинси. Вот это вот я не уверена. Как-то у меня был совершенно другой список. Так, и Эйфкорбот, активный уголь. Нет, ну вот из того, что я точно всегда покупаю, это 1, 2, 3, это пантагар, что-то обезболивающее. И дальше, кстати, не обязательно даже иметь этот список. На самом деле, настолько много наших туристов покупают вот все эти наборы в разных вариациях, что можете абсолютно спокойно прийти, здесь уже на полурусском однозначно разговаривают, особенно если вы в старом городе или там Сохов, на Амабей, вы сами понимаете, это поток туристов. Они практически все разговаривают, ни одна аптека так другая, если не нашли коннект, пошли в другой. В другой или в третий точно сами заговорят на русском. И вас поймут. Главное объяснить, что вы хотите и от чего купить. Вот я в этом списке, например, не нашла ничего от аллергии, я этим периодически страдаю, поэтому буду сейчас выяснять, есть, нету, какие таблетки. Поэтому в любом случае не бойтесь, не обязательно вот прям ходить с этим списком. Пришли и сказали, от чего вы однозначно знаете себя лучше, свою семью лучше, что вы хотите и что вам более нужно. А я сейчас прошу, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот, просто, пожалуйста, да. Хорошо, у меня его не снимают. Клавитин, что еще? А вот так, чтобы прям совсем хорошее. Клавитин? Одна таблетка в день. Перед сном. Самое главное записывайте все, что они говорят и как этим пользоваться, потому что на самом деле по-египетски вы точно ничего не поймете. Гуглить, конечно, можно, но вот лучше всего купили, спросили, как принимать. Ну, если нет, то гугл-помощь, а в принципе, не болейте. Смотрите, сегодня же уж не мой набор. Вот абсолютно спокойно человек говорит на русском языке. Фантагара нет, это, напомню, витамины для волос и для ногтей. К счастью, у меня вроде пока все в порядке, я не особо расстроилась, что его нет. Ну, подружка останется без подарка. Зубная паста. Честно скажу, в прошлые разы не покупала, но знаю, что многие об этом говорят. И раз уж так получилось, что коллега спросила, я тоже покупаю. Только на травах, никакой химии. Честно скажу, я же не в Украине, а в Египте, я ему верю. Несмотря на то, что, ну, потому что я в аптеке, это на улице могут обмануть. Что я еще купила? Я купила вот набор витаминов для моей любимой нервной системы, которую я очень редко люблю. Я думаю, вы делаете точно так же, это редко, поэтому хотя бы, я не знаю, раз в 20 лет точно нужно пропивать этот вкус. Наверное, чаще об этом лучше советоваться с врачами. Обезболивающий двупрофен. Для дочки купила жаропонижающий 1, 2, 3, о котором я уже говорила, я думаю, вы о нем слышали. И для взрослых, и для малой. Ну, это не только жаропонижающие, а именно вот полный спектр простуды, либо гриппа, какого-то вируса. Потому что, кстати, отдельно еще у них продается, я просто не брала, если просто у ребенка температура. Вот, клавитин от моей любимой аллергии. И так, фистал, если болит живот. И аналог нашей ножпы, вот его, кстати, тоже многие рекомендуют. Называется он спазмокюр. Ну, вот, собственно, весь мой набор. Сейчас я хочу уточнить, сколько вот это вот все стоит. На самом деле, кстати, по стоимости, все, любая коробочка, она стоит в среднем от доллара до трех. Ну, крайне мало, что может стоить пять. В основном все-таки доллар, полтора, два. Поэтому вот эта вот аптечка много не заберет. How much? Сколько? Посчитаем. Меня снимают, не вас. Просто скажите стоимость. Вы согласитесь, сына ли, поснимай коротко. Вот, видите, цены написаны на коробке. Вопрос где? Ладно, буду считаться. В любом случае, покупайте то, что вам нужно. Чей-то список, это прекрасно. Хотя, плюс-минус, у нас одинаково ходит грипп, у нас одинаково болит голова. Всем практически одинаково, нужно какое-то обезболивающее. И да, не болейте.